Ну, во-первых, объемы сейчас в моде. Понимаете, да, объемы в моде? Объемы в моде не только в фигуре, но и в плитке. Экспозиция просто потрясающая, и, безусловно, она производит неизгладимое впечатление. А мне вот на самом деле еще понравилось. Субтитры подогнал «Симон» Привет, друзья! Я Ольга Куликина, дизайнер интерьеров, и мы находимся в Испании на крупном концерне «Парселоноза». И сегодня мы будем смотреть коллекции керамогранита. Вы, на самом деле, я думаю, смотрели мою выставку из Италии, Черсай, где многие производители уже показывают крупноформатный керамогранит. Более того, я уже использовала как минимум у себя в интерьере в офисе крупноформатный керамогранит в зоне душевой. То есть, крупноформатный керамогранит дает возможность сделать интерьер с имитацией натурального камня без срезов, как это полностью из слэба сделано. И, кстати говоря, если вы хотите посмотреть, как выглядит этот керамогранит у меня в офисе, вы можете, конечно же, посмотреть видео, где я показываю готовый интерьер офиса. Ссылочку для вас я оставлю в описании. Ну, и сейчас посмотрите, как вообще шикарно оформлен шоурум. Посмотрите, как смотрится вот этот материал на стенах. То есть, он выглядит абсолютно такими вот слэвами. То есть, на видео, я думаю, даже вам не увидеть разницу. То есть, вот если не потрогать, не почувствовать или не посмотреть где-то сбоку, не понять сразу, что это искусственный материал. И посмотрите, как красиво сделана такая вот светящаяся колонна. В сочетании с золотыми такими светильниками, золото с белыми, очень красиво. Давайте поближе посмотрим. Вот здесь мы видим толщину керамогранита, он 6-миллиметровый. У некоторых производителей, по-моему, бывает и 3-миллиметровый. Здесь 6-миллиметровый, и это все хорошо показано на таком как бы стенде в виде этой колонны. Очень-очень красиво, я считаю, что это очень круто. Вот здесь видите в виде как бы среза камня бабочкой. Ну, честно скажу, вот здесь печать видна, мне это не очень нравится. Вот, но издали смотрится достаточно эффектно. Что дает нам искусственный материал? Он дает возможность получить даже имитацию очень-очень дорогого камня, но по доступной цене. В принципе, это наверняка приемлемо для общественных каких-то зон, для офисов, для, не знаю, может быть, гостиниц. Когда стоит вопрос все-таки об экономии бюджета, да, но чтобы это выглядело эффектно. Кто-то из наших заказчиков может тоже снимать натуральный камень на вот такой крупноформатный керамогранит. Естественно, он стоит тоже немало, но в разы дешевле, чем какие-то дорогие партнеры камня, как вот такой вот голубой мрамор. Здесь, я так понимаю, даже вот это вот под дерево панели. А это, на самом деле, такие своеобразные сидушки. Видите, можно присесть. Мне кажется, красивая идея такая. И посмотрите, как роскошно выглядит он. Тонкий керамогранит с подсветкой. Очень красиво. Это оникс, кстати говоря, вы видели там, в самом начале, он шелтоватый, а с подсветкой он приобретает зеленоватый оттенок. Роскошно. Вы можете сделать облицовку этим керамогранитом таких колонн. У себя где-нибудь в помещении. И будут они смотреться, как монолитные изделия. Вот могу сразу сказать, что здесь фантастические декоры, которые можно использовать в интерьере. Стоит это немало. Но вы должны понимать, что умелый дизайнер всегда сумеет сэкономить ваш бюджет, не в ущерб дизайну. Мы подобного рода вещи использовали в своем проекте под названием «Квартира в ЖК «Альонсовский мыс». И мы не потратили большие деньги, наши клиенты не потратили большие деньги. Вот такие вот вещи, которые я вам сейчас покажу, можно использовать в небольших количествах. Там какую-то полосочку пустить, там что-то еще, там какой-то, не знаю, квадратик запустить. И этого достаточно. И это даже не в целях экономии. Дело в том, что всего должно быть в меру. И когда очень-очень богатый декор, то его должно быть немного. Тогда он будет выигрышно смотреться на фоне каких-то там больших плит керамогранита, скажем, однотонного какого-то, или просто серого. Посмотрите, ну вот, например, вот такие бутылочки, я называю бутылочки. Вроде не так смотрится, а вот как это должно быть в объеме. И есть, например, вот с золотом вариант. Жутко тяжелая штука, поэтому я с трудом как бы расправляюсь с ней. Или, например, вот это. Посмотрите, какая прелесть. Вот зачем этого много? Этого немного используйте, будет очень классно и красиво. Такие варианты, когда стекло с натуральным камнем. У меня уже дома, там, я знаю, в интерьере 10 лет назад, у моих клиентов уже. Вот это очень симпатично смотрится. Подходит для интерьера, мне кажется, в стиле арт-деко. А потом, что тут еще? Вот какая-то зеркальная плитка. Да. Вот еще натуральный камень с покрытием золотом. Смотрится тоже очень симпатично. Здесь уже готовый мозаичный рисунок. На самом деле, есть вот такие варианты мозаики и смальты. Смальту, конечно же, они не производят, а закупают, но оно такое делает. Ну, любое. Вот, если поближе посмотреть, мы видим, что здесь несколько оттенков вот этой смальты. Получается очень симпатично. Вообще, на самом деле, не знаю, смотрели вы или нет, я показывала видео наше производство в витраже. И ребята делают тоже из стекла мозаику, причем из более мелких кусочков. И это получается очень-очень элегантно. Поэтому рекомендую вам обратить не только внимание на испанских производителей, но и на наших российских. Вы можете приехать в Москву и заказать у них это. Или к нам в Санкт-Петербург, потому что у Рума есть. На мой взгляд, интерес представляет вот эта коллекция из деревяшечек. Посмотрите, как симпатично. Или вот. Вот это, кстати, по типу французской елки укладка. В сером оттенке есть. Такие вот я использовала в одном из проектов. Сейчас уже не вспомню, в каком ссылочку даже не дам. Шестиугольники. Смотрите, как симпатично смотрятся, когда они не в одной плоскости. На мой взгляд, оригинально. Этот, мне понравился материал, металл такой. И вот эти тоже элементы, как чешуйка. С ржавчиной. И вот медь такая полированная. Эти варианты тоже неплохо смотрятся. Еще, на самом деле, у них тоже можно, например, вариант паркета купить. Вот я им так, я вам их так делала. Покажу. Паркет – это не массив. Это инженерная доска и паркетная доска. В принципе, это видно на образце. Хорошо. Вот это вот паркетная доска. Это французский идук. Покрытие, видите, не на всю толщину. Но тут еще есть защитное покрытие. Но если вы будете на роликовом стуле кататься, то, конечно же, это сотрется. Если просто в домашних условиях, то это нормально можно использовать. И вот как это выглядит в разрезе. Обратите внимание на благородный слой. Им порядка 6 мм. Это то, что хорошо. То есть минимально должно быть не меньше 3. Начиная с 4. Здесь мы видим раковины из натурального камня. Это мрамор. По-моему, карара. И вот такие вот монолитные там блоки камня. Смотрите. По-моему, здорово. Ну, они будут хорошо смотреться по комнате. Парфюмерии, одежды. В каких-то фэшн-индустриях. По дорогому отеле тоже будут не только смотреться. Или если это квартира клиентская, то, конечно, это должна быть большая квартира, в которой будет не менее 5 ванных комнат. Тогда можно будет развлечься с нестандартными решениями. А вот эти уже приемлемые варианты. Раковины. Люблю вот этот вот камень. Я себе подобрала в офис плитку. Вот этот камень. И видите здесь тоже что-то. Такие варианты. Это как прямо ракушка. Ой, не ракушка. Господи, камушек, камушек. Простите меня ради бога. Я уже заговариваюсь. Это интересная форма. Какую-то керамику здесь выставили по неизвестным для меня причинам. Мы ее посмотрим, потому что она симпатично смотрится. Ну, во-первых, объемы сейчас в моде. Понимаете, да, объемы в моде? Объемы в моде не только в фигуре, но и в плитке. Ну, вот они, объемы. И модно вот в моде плитка, которая иллюстрирует историческое производство, когда плитка была, ну, такая кривенькая немножечко. Вот это тоже в моде. Вот это винил. Его можно использовать для отделки стен. Кстати говоря, он не горючий, он проходит сертификацию. Тлеет, но нет пламени. Понятно. Тлеет, но нет пламени. Так что имейте в виду, можно для гостиниц использовать. Да видите, как бы вы текстиль на стене. Причем его можно положить как на стену, так и на пол. То есть целиком, и на потолок, я думаю. И завершить полностью процесс отделки стен, полу, потолка. Так что вот примите во внимание, те, кто выполняет общественные здания, или вы для себя купили какое-то помещение, хотите сделать гостиницу, почему бы не сделать отделку с помощью такого материала. Так выглядят слэбы. Мы можем выбирать нужный нам материал, в нужном оттенке. Вы должны понимать, что все камни, они одинаковыми не могут быть. Это не фотопечать. Поэтому, пока вы выбираете нейтральный камень, вы должны его выложить. Потому что эта порода, например, в этом срезе будет выглядеть одним образом. Эта же порода в другом срезе, другим образом. Все камни имеют разные оттенки, разные фактуры, кристаллизацию здесь красиво. Естественно, у каждого камня есть свой индивидуальный рисунок. Здесь посмотрите, с чем у вас ассоциируется. Вот у меня, например, как бы сустим реки. Река одевает какую-то сколу и уходит куда-то дальше. Такая динамика движения в вашем доме. Может быть, вам что-то другое нравится. Если вам показалось, что это что-то другое, то обязательно напишите ваши ассоциации. Мне очень интересно. А это камень фантастический. Я такой впервые в жизни вижу. Смотрите, тут здесь как укропление, как будто бы травка. Вы посмотрите, какие потрясающие вещи создает природа. Вот это, смотрите, какой динамичный и игривый рисунок. Только световая дамма, она слишком взрослая. А так могло быть что-то типа игрушки облачка для детей. Вот там вдали зеленый уникс, по-моему. Униксер-блюк и с такими очень красивыми стрелами, вкраплениями. Посмотрите, какая прекрасная экспозиция с возможностью использования коллекции вот этой фабрики. Посмотрите, вот чешуйку мы смотрели в образце, такую в медном варианте. Здесь вот с помощью разной фактуры и, скажем, на разном уровне, в плоскости выставлять вот эти фигурки, получается очень красивый рисунок. Это из стекла, панно. Здесь, в принципе, оформлены всевозможные интерьерные решения, которые, наверное, подходят для зон спа, для каких-то гостиниц. Видите, вот это, наверное, оформление зоны спа. Очень симпатично оформлен пол, нюансно. Здесь использовано два цвета мрамора, серый и белый серыми прожилками. И такой деликатный получается рисунок. Вот забавно такая, как бы, скульптурка смотрится. Ну, на самом деле, я думаю, что это какая-то ныряльщица. Да, сейчас она будет нырять головой в бассейн. Это переговорная или для чаепития комната. Это, может быть, таким образом оформлен стенд с товарами небольших форм. Какая-нибудь, да, чай или это, может быть, бутик парфюмерии. Здесь большая стена с объемами. Да, то есть, когда камень разными объемами показан, геометрические формы. Ну, я думаю, что вот это все как раз для впечатлений, как это может смотреться в экспозиции. Кстати, посмотрите, на потолке два уровня потолка и идет толстая черная кайма. И, мне кажется, тоже графически завершает композицию. Так может быть, оформлен, например, в каком-нибудь отеле зона, где идет регистрация гостей. Видите, здесь как разрыв камня с золотой вставкой. Тоже очень симпатично. Вот хочется со всех сторон прям обойти и вам показать, потому что прям впечатляет. Ну, такая зона ресепшн, скажем, да. В этой части вы видите, как можно из фрагментов камня сделать закругление у стены. Как это смотрится с подсветкой симпатично. И буквально пара уровней. Зона с диванами фиксируется ковром. И, посмотрите, ковер здесь не в контраст, а здесь черно-белый пол и такой серо-темно-серый мышиный со светло-сером ковер. Экспозиция просто потрясающая. И, безусловно, она производит неизгладимое впечатление. А мне вот, на самом деле, еще понравился вот этот элемент. Он был в меди, я маленький вам показывала. Посмотрите, как это смотрится в большом фрагменте оформления стены. Здесь я еще не была. Ну, вот тоже вот это богато смотрится с медью стена. Видите, геометрической формы какие-то вставки из камня и из медного металла. Спальная зона. Посмотрите, здесь так называемое изголовье идет на всю стену. То есть оно не заканчивается, как бы, как нижняя часть отделки стены из текстиля. И это является частью изголовья. Судя по халатикам, здесь какая-то зона душевая уже. Вот. Видите, верхний душ, душ впечатлений. Управление душем на этой стене. И, конечно же, небольшая ручная лейка. Да. Не знаю, насколько она удобная, так в руке вообще не очень удобно держать. И ниша с подсветкой, где можно поставить шампунь. У меня клиенты иногда такие вещи просят. И внизу трав. Камень сходит под уклоном к траву, чтобы вода потекала. Ну, а здесь отдельно стоящая ванная, которую можно было поставить у большого витринного окна. На каком-нибудь высоком-высоком этаже. Отделка камнем стена стен. И, опять же, композиция с двумя раковинами. На потолке мы видим встроенные такие черные светильники. И вот эта большая полоса – это вентиляция. Друзья, вам понравилось то, что я сегодня показала? Уверена, что понравилось, потому что у меня произвело неизгладимое впечатление. Ну, и, конечно же, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Если было что-то непонятно, то задавайте вопросы. Конечно же, не забывайте про Инстаграм. Обязательно подпишитесь на мой канал. Чтобы не пропустить новые видео, нажмите на колокольчик. Вам будут приходить оповещения. Ну, а сегодня, друзья, всем пока! Это очень важный момент. Когда вы выбираете что-то по цвету. Вот в этой части мне понравилась, например, такая перегородка. Да, она отделяет. Если вы хотите отдельно стоящую ванну, вам необходимо обязательно еще заказывать, конечно же. В полу, видите, паркет. Паркет, да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!